Всем привет, ребят! Примерно 2,5-3 недели назад в англоговорящем пространстве New World'а появилась инфа о том, что открывается некий сервак, полностью пвпшный, для элиты. Попасть на него можно чуть ли не по приглашениям. Я туда попал и об этом сервере я вам сегодня расскажу. Приятного просмотра! Короче, наши американские друзья договорились с разработчиками New World'а о том, чтобы они предоставили им выделенный сервер New World'а на ПТР-ветке. Якобы для того, чтобы вот как раз-таки те гильдии, которые находятся на Америке, зашли туда и свободно уже повоевали в равных условиях, накрафтили себе шмот, там, тыры-пыры, пятое-десятое, чтобы им не приходилось делать трансферы, а прям сделать какой-то красивый киберспорт. Здесь я должен сказать, что в англоязычном медиапространстве New World немного не такой, как у нас. Если у нас это какая-то дрочилка без контента, чисто на ПВЕ, то в англоязычном пространстве это такой чуть ли уже не киберспорт. У них там формируются и комментаторы, и формируются чуть ли не турниры, то есть, ну, это уже прям полноценно такие вот, такие спичи. У них это по-взрослым, у них-то ПВП, у них вот любят они такой нагнать пафос. Ну и в общем-то разработчики в этом им подсобили. Короче, изначально это должно было распространяться на 9 англоязычных гильдий, чтобы они там собрались и подрались. Распространялось это методом заявок в Google Docs. То есть, люди зашли, заполнили заявку и ушли. Ну, соответственно, должно было открыться на 900 человек. Даже не 900 слотов на сервере, а просто 900 заявок. Потом заявок стало полторы тысячи. И разработчики решили немного расширить это дело, то есть, прикинуть, выслать дополнительные инвайты другим людям. Потом это расширилось еще и до двух с половиной тысяч человек. И, ну, сейчас этот сервер уже не такой уж и закрытый. То есть, все, кто хотел на него попасть на тот момент, на него на самом деле уже попали. То есть, вот как-то так. Сам сервер находится в Канаде. Соответственно, от нас, ну, по крайней мере, у меня пинг порядка 200. Даже там с моим VPN. Так что, особо не помогает. Вот. Играть не то, чтобы невозможно, но играть очень сложно. О самом сервере что сказать? ПВЕ на нем есть, но ПВЕ, оно не отключено, но на него никто не ходит. Ну, и тот же ОПР ищется прям круглосуточно 24 на 7. Все заходят там, за пару часов крафтят себе бис, за что разработчикам можно отдать должное. Наконец-то они ввели на ПТР. Ну, по крайней мере, на этот ПТР. Они ввели и бустеры на экспу для ПВП трека, они ввели и всякие там ресурсы моды, которых не было на ПТР, о которых уже давно просили разработчиков. Ну, короче, они прям там полноценно, очень близко сотрудничают с комьюнити. И, возможно, это выльется во что-то хорошее для текущей ПТР ветки, для текущего сервера. Потому что они что-то будут тестировать там, тот же кросс-сервер УПР или какие-нибудь фичи, а потом уже предоставлять их на полноценную ветку. Короче, всем хорошо. И вот эти игроки взяли себе какой-то киберспортивный сервер, на котором они там будут выяснять свои отношения. И разработчики взяли себе базу игроков, которые будут там активно играть на ПТР и тестить какие-нибудь ПВП-фичи. Здорово, здорово, клево. Ну и вот как-то так. Попасть туда сейчас невозможно, но, как они сказали, это прям такая НВ-лига, которая будет повторяться. Это их первый опыт организации. Они пройдут вот эту лигу и через там условный месяц-полтора они будут открывать следующую. Но, возможно, будут еще проводиться какие-то волны рассылки. Поэтому Дискорд вы найдете в описании, ну, в закрепленном посте, в закрепленном комментарии под роликом. Можете зайти как минимум там посидеть, посмотреть. Может быть, когда будут эвриванить, вы туда тоже зайдете и попадете как-нибудь, просочитесь. Но, честно говоря, с таким пингом я не вижу огромного смысла в этом. Игроки там хорошие и буквально за каждую ошибку они вас будут наказывать. А, соответственно, с таким пингом ошибок у вас будет, может быть, довольно-таки много. В общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Пока.